начнем с николаса кейджа можете объяснить что управляет человеком раз он приобретает такие необычные вещи животные автомобили на николас кейдж какой-то момент стал действительно чувствовать внутреннюю ломку то есть это та ситуация когда человек попадает состояние очень жестко депрессия а депрессия то что это подселение на самом деле очень жестко депрессия состояние одиночества состояние ненужности самому себе не какому-то общество именно саму себя ощущение себя неким одиноким внутри это такое внутреннее очень тяжелое состояние потому что если физическую боль тела мы можем терпеть то душевную боль большинство людей не выдерживают это душевная боль начала его маять и вот это подселение начала его тоже маять и у него возникло желание каким-то образом выделиться выделиться сделать что-то такое что не делают другие это знаете как подростки которые начинают делать и ракезы различные разноцветные чтобы на них обратили внимание это период такой ромки то здесь период такой взрослой ломки основано еще на финансовом благополучии то есть возможности приобрести что-то такое необычное и начинает его вести на такие не совсем нормальные поступки он думал тем что он возьмет каких-то экзотических животных например кобра и заметите не только он взял змей ядовитых он взял еще альбиносов да то есть что он дважды выделился так сказать да потому что это редкий софт чтобы еще альбинос был носом было животное акулы тоже да то есть это явно ну такой нездоровый интерес к некой агрессии до агрессивных животных крокодил там вот такое все да он как бы себе доказывал что он выделяется там каким то образом другой не как все ему хотелось увидеть это агрессивное животное рядом потому что оно было как бы отражением его внутренней агрессии в внутренней агрессивной сущности по отношению ко всему. Он как бы разочаровался в этом мире и разочаровался сам в себе. При этом надо заметить, ведь достаточно талантливый актер снялся в огромном количестве фильмов, сыграл потрясающе. И в некоторых фильмах, надо сказать, сыграл даже сам себя. И тут вдруг начинается такая ломка, с чем она связана. И большинство людей об этом не знают. Дело в том, что есть такое понятие, как гений. И вот гениальные люди в большинстве своем, откуда пошло название гений? Гений – это дух, древний дух, который подселялся в человека и давал ему возможности, уникальные возможности. Это гениальные художники, гениальные актеры и так далее. И вот в данном случае это подселение в виде гения вызвало в нем гениальность как актера, но при этом внутренние ломки, именно ломки одержимого человека, который начал действовать вот таким нездоровым способом. Он не понимал ответственности за этих животных. У него не возникало мысли, что животных нужно кормить, ухаживать, содержать за ним каким-то образом. Сам процесс содержания ему был неинтересен. Ему было интересно приобрести это животное и увидеть его агрессию рядом с собой. Не где-то на картинке, не где-то в кино, не где-то в зоопарке даже, а рядом с собой. Ему хотелось это увидеть, почувствовать, что это агрессивное, страшное животное находится рядом с ним. И вот это состояние одержимости как раз им и двигало. А вы можете сказать, почему... Как вы считаете, может быть, почему не стоит завозить таких животных? И как вы считаете, а может быть, все-таки ему это реально надо было, чтобы чувствовать себя комфортнее, ощущать комфортнее? Ну, мне кажется, именно для ощущения комфортности в большинстве своем люди заводят все-таки тех домашних животных, которых можно потискать, погладить, с которыми можно поспать, как у них какую-нибудь собачку, кошечку и так далее, пушистика какого-то. Ну, может быть, даже птичку какую-то, которая там бы из клювика там кормила бы даже, да, например, какой-то попугайчик. Но дело в том, что большинство людей, у которых начинается именно ломка, да, или которые хотят выделиться, они все-таки склонны заводить животных экзотических, тех, которых нет у других, то, что является редкостью. Вот, и если сказать об ответственности какой-то по заведению, да, таких животных, мы должны понимать, что есть животные, которые не подходят для домашнего содержания, да. Есть даже те дикие животные, которые можно приручить и содержать дома достаточно безопасно, да. Кроме как порча мебели, ничего такого больше не будет, да. Но если мы говорим все-таки о хищниках, о агрессивных животных и о животных, которые требуют большого пространства, да, то все-таки мы должны понимать, что это животные не для домашнего содержания, а для все-таки воли, да, для природы, где мы можем ими полюбоваться, может быть, в каких-то фильмах, да, там, на картинках, на фотографиях, но никак не именно принести их там домой, даже, может быть, в огромный дом, в огромный бассейн, вот. И может быть, даже специально сделать огромный какой-то вольер для животных, но это все равно будет животное, которое в конце концов либо будет мучиться долго, да, и потом погибнет, либо погибнет сразу, что и произошло в истории с Николасом. В принципе, я думаю, этот дом может закончить. Я еще думала, знаете, вывести на то, что, может быть, ну, вот вы, в принципе, так и сказали, что вот эти нестандартные животные, это все равно отражение его внутреннего мира. Да, окрысия. Все-таки окрысия. Ну, я там проговорила. Да, это было.